Здравствуйте! Это программа «Интересно» и гость нашей передачи – главный архитектор Калуги Алексей Олегович Комов. Алексей Олегович, здравствуйте! Спасибо, что пришли. Мы видим, что с каждым днём наша Калуга родная преображается. И вот один из последних объектов – это подземный переход. Сколько мы переживали за него? Расскажите, как удалось его преобразить, кто делал и какая была концепция? Да, дело в том, что переход под улицей Гагарина – это такая притча в Изыцах. В 2007 году он был открыт торжественно, если помните. Строители его готовили больше полугода, по-моему. И вдруг, неожиданно, из радостного такого события он превратился в точку такого негатива. И вот совершенно правильно в комментариях, в тех же самых соцсетях, вот эта, скажем так, политика в кавычках «разбитых окон», когда происходит вандализм, когда из полноценного объекта коммуникации, который должен радовать и радовать жителей, это становится действительно таким отрицательным опухолью на теле города. Что с этим делать? Вот мы рассуждали на эту тему с руководством города, с руководством Калужской области, с губернатором. Как лечить это? Что делать? Поставить камеры? Вот поставили их. Они были там, тоже с ними произошли разные неприятности. Да, там, кнутом и пряником. Тоже политика такая сегодня работает, завтра этот пряник, его нет. А очень просто. На самом деле есть принуждение к культуре, как я это называю. Как сделать из рядового объекта достопримечательность? Действительно, его сделать объектом культуры. Включить в результате культурные, скажем так, внутренние интервенции в объект показа, в экскурсионные маршруты. Потому что, если посмотреть даже просто по плану, что это за переход, что это за такая связка между двумя берегами улицы Гагарина. На самом деле она связывает две части города, как называют, историческую и космическую. Космическую – это, безусловно, музей Циолковского, дом-музей. И историческую маркированную у нас нашим главным монументом к 600-летию Калуги. По сути, это две, в том числе и главные, космические локации на плане города. И вот этот переход, он связывает эти локации, и как шлюз между прошлым, будущим, настоящим, и концепция сектора главного архитектора, которую мы предложили, именно насытить его современным космическим духом. Вот. Откликнулся Денис Тека, наш калужский художник, с которым мы активно сотрудничали к юбилею города. Многие знают и видят каждый день эти муралы, посвященные Калуге, ее истории, в том числе и по нашим эскизам Денис сработал. Но здесь мы как раз дали даже не то чтобы свободу, а некое направление такое. То есть не ограничили его, а дали такой коридор возможностей, собственно, чем и является этот переход. И вот в такой традиции нового футуризма, такого куба футуризма, вообще в традициях нашего русского авангарда, но на современном этапе Денис сделал интересные эскизы, концепцию. И самое главное, он не просто предложил некое видение, он еще это своими руками реализовал. Очень важно не просто говорить, показывать картинки, а тут же давать результат. И вот у нас появился действительно интересный объект, который для гостей столицы Калужского региона может быть не просто объектом показа для туристов, но в том числе и для интересующихся современным русским искусством. Потому что русское искусство, оно включает в себя все, вот традиции реализма до, еще раз говорю, русского авангарда. И те, кто умеют и знают, как это делать, не просто перед сном смотрят соцсети, какие-то ролики, и на утро уже разбираются во всем, от урбанистики до муралов и так далее. Нет, именно люди, которые обладают знаниями, обладают опытом и умениями. Вот такие люди, созидатели, я могу сказать, что Денис как раз в этом смысле абсолютно удовлетворяет тому, что я описал, они и делают для нашего города большие, важные, монументальные, в том числе и для городской среды, среды объекты. И я надеюсь, очень мы рассчитываем, что и переход от него, он ограничится не только, вот там появится и звуковое сопровождение, возможно появится там, может быть, какая-то, условно скажем, кофейня. Очень важно, чтобы там была активность позитивная, то есть не только экскурсионные маршруты, но и там, может быть, даже была идея такая провести какие-то микрофестивали в нем. То есть это, еще раз говорю, от события к пространству. Вот наша идеология работы с городской средой. Это можно увидеть и на набережной, и в парках. То есть события оставляют после себя не просто, как после праздника конфетти на асфальте, но и важные продукты, по которым маркируется и считывается, собственно, история нашего города. Ну да, и у нас получается картинная галерея бесплатная в итоге получилась. Да, есть такой термин, там, музей или галерея под открытым небом. А здесь он подземный такой музей современного космического искусства или вот нового футуризма. Это интересно. И самое главное, что есть ресурсы, форумы как раз вот этих художников, специалистов. Вот у них своя субкультура, причем она очень строго ранжирована. И это тоже для них очень важное событие, что именно такой объект необычный стал позитивным таким флагманом внутри городской жизни. Что касается будущих проектов, раскройте секреты, что у нас нового будет в Калуге. Мы сейчас с Министерством культуры Калужской области, вообще тоже с руководством и с городскими активистами обсуждаем разные варианты проведения, в том числе и фестиваля современного уличного искусства. Да, вот. И надеюсь, что через какое-то время, опять же, в этой студии сможем уже рассказать подробно. Вот. Также вы, наверное, видите, что помимо новых объектов появляются и отреставрированные, и воссозданные вывески, панно. Очень важно тоже всем понимать, что Калуга – это не только колыбель космонавтики, не только единственный в стране филиал Баумовского университета находится, но это еще очень богатая художественными традициями земля. И наш город, в котором, к сожалению, почившая скульптурная фабрика была, и очень сильный союз художников, и до сих пор работают мастерские, графики, скульпторы. Вот мы открываем памятники с некой периодичностью. Это тоже важно, потому что это говорит о многообразии художественной жизни, скажем так, о цветущей многообразии, как говорил философ. И в этом смысле очень важно, что, например, даже та же самая стелла, которая у нас открылась на улице Пушкина, на самом деле изначально это типовой проект, который был разработан управлением архитектурой областным. Сектор главного архитектора его адаптировал именно для того, чтобы он стал доминантой вот этой небольшой исторической площади. Но это тоже, видите, если перекидывать мостик обратно к переходу, если помните, на месте стеллы был вот этот бетонный надолб, который абсолютно не являлся украшением, а наоборот был частью некого такого деструктива внутри городской среды. И вот, собственно, опять на месте такого негативного явления появился объект истории, культуры, который мы, кстати, если вы заметили, на вот этих панно и коллажах Дню города, там главным объектом, главным таким действующим лицом была новая стелла. То есть мы уже ее включили в исторический контекст, и она уже как такая главная актриса внутри вот этого большого исторического средового спектакля. Это тоже важно, потому что это единое движение, единый поток работы с городской средой, с русским искусством, с русским стилем. Но это не только народные какие-то узоры, калужская перчь, которую мы тоже используем, паттерны, но это вся палитра традиции от народного, классического до русского авангарда модернизма. Все, что является традицией, все, что имеет историю, это наши краски, наш материал для работы с сегодняшней действительностью на будущее. И еще мы знаем, что вы преображаете не только Калугу, но и другие регионы России. Недавно федеральные СМИ опубликовали, что вы анонсировали новый архитектурный стиль. Что это? Ну, это, скажем так, новый архитектурный стиль, это немножко выхваченный из контекста. Речь идет о проекте «Маяки русского мира» для наших новых воссоединенных территорий. Очень важно сейчас, чтобы Россия через образное свое проявление декларировала свой успех, свое присутствие и, самое главное, единство с нашими историческими территориями. Вот несколько архитекторов, ведущих со всей страны, работают сейчас над этими стеллами, маяками, которые будут установлены в городах Новороссии и по границе тоже, как именно такие ретрансляторы культурного кода русского. Еще раз говорю, вот этот новый архитектурный стиль, безусловно, это перезагрузка всего массива нашей русской архитектурно-визуальной культуры. Мы постоянно этим занимаемся и в Калуге, мы, мои единомышленники по всей стране, архитекторы, дизайнеры, художники патриотического направления этим тоже заняты. И в конце октября на главном архитектурном фестивале страны зодчества спецпроект «Маяки русского мира» будет представлен. Но хотел бы тоже сказать, что, безусловно, мы не ограничиваемся только Новороссией. Буквально вчера город Рыбинск тоже заявил, что они готовы установить у себя стеллу. В общем, здесь вся наша земля, вся наша Россия, да, и где-то ее отменяют, на Западе обнуляют. Вообще быть традиционалистом – это что-то скверное, что-то в кавычках немодное. А наша задача, наоборот, вот это вот всю, еще раз говорю, весь конгломерат, весь комплекс исторического нашего мастерства – его перезагрузить и явить, в первую очередь, даже не миру, а явить себе, а через это перезагрузить самих себя. Нам нужна уверенность в сегодняшнем дне, и самое важное – это то, что называется картина будущего. Все дело в малом, и художники, архитекторы, они как раз и должны создавать этот импульс, это движение кумулятивное вперед. Спасибо большое за ваши проекты и за интервью. Спасибо. Интересно. Продолжение следует...